Всем привет, друзья! Добро пожаловать в наш канал Турецкий Папаща. Турецкий Папащи. 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 Добро пожаловать в наш канал. Мы хороший Папащи, кстати. У меня три это третий, у него это два. Кстати, мы сегодня, друзья, будем разговаривать с вами про нашу работу. Что, почему я работаю в больнице, что, как, все-все-все, почему он работает в отеле, нет. Почему он работает в отеле, все-все-все, мы будем рассказывать. Давай, Марсун, разговаривай твой на работу. Да? Что? Когда я поначалу начну, что я как туда попал, типа... Да, сначала начинай. Да, так буду рассказывать, что я как в туризме ушел, как работал там, я все сейчас вам расскажу. Кстати, что ешьте? Шаурма. Опять вечера шаурма сегодня. Он нашел, как медведь ешь. Что-то. Кстати, он недавно сказал, что я на диете. Да. Вот человек, который на диете... Ну, давай, рассказывай свою работу. Есть шаурма. Хорошо, короче, давай про работу. Да. Я... Когда мы первое видео снимали, я там сказал, что я работал в туризме, и я учил туризм. Вот. У меня... Вот я вам в первом видео сказал, что в середине школу закончил, я туда стажер был. Уже в лисей, да? Лисей, да? Лисей уже у нас... Типа один год учишь просто... Ну, типа без практик. Только ты учишь в школе, каждый день в школе, да. А в втором году уже нас отправили в город. Вот какой-то выбор и был Анталия. Конечно, я раньше тоже сказал, что у меня сестра здесь живет, и я хотел приехать сюда. И я первый раз туда, когда... Да, попал. Так попал. И в это время мы еще в стажероне... В отеле много департаментов есть. Департамент, как по-русски? Ну, типа ресепшн, хаускипинг, ФМБ, анимация... Ну, в минуту это департамент. Департамент турецкий, английский департамент. Вот. У нас много департамент было. Потому что мы стажероне были, когда та... Играя камера. А, да? Камера сидит на руку. Гробненький. Гробненький? Гробненький. Гробненький. Еще... Я, например, мой первый опыт был в... ФМБ. Короче, это как официант. Да, как официант. Ну, например, я в баре начинал работать. Ну, когда нужно персонал, например. Сначала нужно, например, ФМБ, потому что ФМБ много персонал там работает. Давай я так скажу. Друзья, это... Когда отели... Стажеры придут... Да. Они это... Вам это... Не разговаривают. Где ты хочешь. Да, тебе вообще... Они вам это дают... Ну, где... Нет, это, короче... Работ... 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 Да. Куда нужно персонал, тебе... Туда дают. Куда дают. Например, бар. Рестеран. Рестеран. Русский пик. Ресепшн. Белл бой. Все-все-все. Они туда дают. Ну, анимации это... Нет. Анимации нет. Ну, мини-клуб. У нас, например, кто-то работал в мини-клуб. Ну, да, обычно... Ну, типа, конечно, не обычный аниматор, но иногда детский клуб отправят туда. Да. Ну, у нас был, потому что кого-то... Понятно. Отправили еще детский клуб. Сам это? Только детский клуб, мини-клуб. Больше нет. Короче, я... Там работал house keeping. Один месяц, один месяц бар, один месяц ресторан. И... У меня опыт только был... Как сказать? ФМБ. Ну, типа, сервис департамент. Ну, официент. Ну, официент, коми, бармен, типа... Я был и бармен, я и был официент, я был и коми. Ну, ладно. Ну, короче, да. Это еще... Он очень любит это говорить. Да. И еще это только... Первый год был. Ну, типа, первый стажер. А в втором году уже у нас был опыт, конечно. Мы уже, типа, профессионал. В втором году нам уже дали выбор. Типа, ты куда нам спросили, что... Ты когда... Какой департамент ты хочешь работать? Конечно, я сказал, что я... Прямо я сказал, ресепшн. Почему ресепшн? Ну, ресепшн... Белльбой. Белльбой, потому что, да. Они... Они хорошая зарплата. Ну, не зарплата... Ну, типбокс они берут. Чивые. Поэтому это... Все хотят туда работать. А это он сразу... Это, конечно. Стажирование очень мало зарплаты дадут. Например, обычная зарплата 3000 лет. А стажерам дадут половину. Да. Ну, чуть больше половины. Ну, 2000 лет тебе дадут. Потому что ты... Ты говоришь, что ты студент. Типа, ты еще учишь. Тебе денег пока не нужно. Конечно. Ну, конечно. Ну, короче, поэтому я хотел... Белльбой работать. Короче, мне сказали... Посмотри. Потому что Белльбой... Один-два нужна. Ресепшн. Персонал. Например, ФМБ. Ну, 20 человек нужно. Ну, поэтому... Ты не можешь, все не может, кто хочет работать в России. Потому что там нужно два персонажа. И там много стажеров есть. Много. Ни один, ни два. Ну, минимум. Например, мы приехали из Диарбака. Кто-то из Анталии. Кто-то из Измири. Кто-то из Караденицы. Все города. Я скажу так. Я скажу так. Они еще посмотрят, короче... Менеджмент. Департамент этот. Они еще посмотрят, кого этот физик. Да. Физик тоже. Фигуру. Или язык тоже важный. Язык. Фигуру. Это физик. Они посмотрят, кому это так нормально. Тогда они это выбирают. Например, это Белльбой. Например, это официант. Например, это хаусский пинг. Они выбирают это. Говорят это все. Вот ты будешь здесь работать. Да, точно. Будешь здесь работать. Вот так вот. Когда это все равно. Это не этот стажер, не ничего. Это когда ты пойдешь работать. Ну, кто-то пойдет работать. Они этот разговаривают. Ну, что ты с кем разговаривал? Это работал. Ты говоришь, например, это ресепсион. Они это не верят. Потому что физик. Физик это так не похоже на ресепсион. Да. Они говорят этот язык. У тебя есть? Ты говоришь, нет. А как и нет? Ну, тогда как будут общаться с гостями? Да. Если ты работал в этот ресепсион, этот 10 лет, у тебя язык нет. Как я дам тебе этот ресепсион? Ну, потому что там английский это надо, ну, минимум это два или три. Ну, как? Самое минимальное ты английский должен знать. Да. Английский, потому что это международный язык. И это, типа, твоя белая. Ну, типа, ты это должен. Да. Поэтому вот я хотел ресепсион работать. Конечно, это не было так легко. И потом я уже был в Бельбой. Мне было чуть повезло, конечно. Еще кого-то мой познакомый был. Тоже мне, типа, он знает директор. В Турции, к сожалению, так. Если ты без кого-то познакомый, то ты можешь любые проблемы решить. Поэтому я уже попал в Бельбою. Конечно, можно без зарплаты, вот я говорю, 20 тысяч, а ты зарабатываешь 5 тысячи. Ну, в два раза больше, я могу сказать, получишь тип. Тип это по-русски. Ну, тип чивы. Чивы, да. Чивы, да. Чивы больше получишь. Поэтому все хотели, как я был Бельбоем, конечно, всем не было повезло. И кто-то работал как официент, как хаускипинг. Ну, да. Короче, Петра сказал вот это. Ха-ха-ха. 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 Да подожди, все надо сказать, что люди откуда знают, что значит. Ваши, это вертолеты. Наши подписчики откуда знают Бельбои что-то. Ну, ладно, давай, давай. Короче, уже два года я работал Бельбоем. После Бельбоем уже ты торфи получишь. Торфи уже, ну, высокая, типа, ресепшность. Повышение. Как это? Повышение. Повышение. Но уже у тебя повышение. И, конечно, я еще учил русский язык. И в школе я учил. И в университет. Потом я выиграл опять туризм. И пять лет, извините, четыре лет. Четыре года. Четыре года я учил туризм в Анталии. И там учил русский язык, английский язык. Поэтому и я сейчас знаю два языка. Типа могу сказать, ну, как не родной язык. Не как мой, например, ну, например, advanced есть английский. То не advanced, ну, типа intermediate, ну, типа средний. Скажи мне, пожалуйста, это ты учился в университете, а это турецкий язык ты учил, это русский язык? Вот. А там, например, экзамен, да, берите это? Экзамен, например, ты сколько получил поинт, типа... Бала. Бала, да. И ты, у меня, типа, английский чуть был высокий. Я английский, к сожалению, не выиграл, ну, типа, не выиграл. Я выиграл турецкий, но, типа, бесплатно я все выиграл. Понятно. Ну, типа, я ничего не платил, потому что мой балл хватит. Ну, английский чуть-чуть был повище балла, и я это... Мой балла не хватил, и я только турецкий учил. Понял, ты даже три раза уже рассказал. Да. Ну, так. Ну, потом, это ты, это, сначала, сначала где работал, а какой отел? Первый мой отел первый в Гойнике сейчас... Он называется Шервуд, но раньше был Гринвуд. Гринвуд. Да. Ну, сейчас поменяли имя, хозяин поменял, скорее всего. В 2007 году мой первый опыт, мой первой работы был там. Там. Там я шесть месяцев работал. А, это, ты скажи мне, сколько это отель ты работал? О, сколько разных? Да, сколько разных. Ну, если честно, я сейчас не знаю, сколько, но... После Шервуд, например. Ну, после Шервуд, например, еще раз. В втором году лежал Денис в Кирище. Мой второй году. Потом уже лицей закончил, университет. Есть... Омара... Омара... Это я вспомнил. Это камера в Гойнике есть. Как Омара? Как Омара? Нет, не Дольче Вита, нет. Омара еще есть, короче. Ну, ладно, Омара. Омара Престиж, Омара Престиж. Да, да. И потом... Нет, Бельбой. Бельбой, конечно. Это все Бельбой. Ну, конечно. Пока ты зарабатываешь, ты не хочешь поменять свои работы. И... Ресепшн... Мой первый ресепшн был... В Бельдебиест отел... Карандон. 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 Карандон? Я не знаю, Карандон есть. Ну, Гранд Парк. Это Гранд Парк. Ну, это маленькое, по-моему, 400. Да, да. Нет, 5. Ну, маленькое отель было. Ну, типа, у них было... 250 что-то. Такое было. Мой первый ресепшн был в Бельдебе. После Бельдебе уже я работал в Белле Глория. Там, кстати, я работал в Гестерлайшн тоже, не только в ресепшн. Гестерлайшн и ресепшн они похожи на... И в Глории я работал в Гестерлайшне. Потом... После Глории я... Василис Росте Кирова, Кемери. Три года там работал. И после этого я уже в Регнуме. Уже в моем втором году. Ты уже в Регнуме. Ты работаешь? Да. Я сейчас работаю в Регнуме. В Регнуме... В Регнуме работаешь чем? Кем? Ну... Я в Ресепшне работаю. Ресепшн работаю, да. Потому что все друзья это... Хочут узнать чем ты работаешь. Да. Я сейчас в Регнуме. Регнуме, в Регнуме, в Ресепшн реакторе работаю. В Вектуре остались с Регнума. Если вы отдыхаете с Регнуме, то... С Регнуме, в Максум, Денис, друзья. Там этот... Скажите, мы это ваши подписчики... То дайте нам хорошую комнату. Дайте нам хорошую комнату, он будет вам помогать. Точно вам помогу и вам дам самую лучшую комнату, я могу сказать, потому что мы обычно, гости нам придет, скажет, мы раньше были здесь, давайте лучшую комнату, или мы хотим, типа, еще раз приехать к вам, типа, дайте хорошую комнату, поэтому это очень часто нам, конечно, все хочет хорошую комнату, но, кстати, в нашем отеле, который работает в Регнуме, там нету плохой комнаты, кстати, все думают, гости думают, что здесь плохая, но нет. Просто есть комната, которая вид хороший, могу сказать, для кого-то нужно очень, например, вид, море, например, поэтому, если ты не даешь море, это не значит, что комната плохая, там тоже все комнаты, могу сказать, одинаковые, просто кто-то смотрит на море, кто-то смотрит на сад, кто-то смотрит на, не знаю, ну, просто гора, да, поэтому, конечно, у нас, если, если, когда есть возможность, и когда у тебя есть хорошая комната, так всегда, хочешь, давай, и я точно буду вам найти самая лучшая комната, ну, конечно, мой отель, кстати, чуть дорого, не как обычный, даже могу сказать, что самая дорогая отель в Анталии, и потому что там ультралюкс, там, например, все популярные человек отдыхают, там концерт был, Женефер Лопез, ты знаешь, там концерт был, еще, как это, актер есть очень популярный, Джейсон Стэйтем, кино, кстати, Джейсон Стэйтем, все, скорее всего, Холливуд смотрят, он тоже здесь отдыхал, например, у Бома. Короче, все, короче, Жек на отеле, он работает, друзья, если вам это попадет сюда, это, не забывайте, это, 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 это Максим Денис, это мы будем, это уже наш канал, это турецкий папашка, это, канал зовут, вот, мы всегда будем, этот турецкий папаши, 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 видео снимать, вот, Максим, работай вот так вот, и следующее, видео друзья я буду сказать это посмотри как работу это ну что сделаю все это и рассказываю ну ладно все друзья увидимся в следующем видео спасибо вам понравилось видео поставьте лайк если вы не подписчики канал подписайте друзья здесь будет следующая пока пока а